Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады вас приветствовать на первой пресс-конференции новосозданной Украинской хоккейной лиги, организации, которая в этом сезоне будет заниматься проведением чемпионата Украины по хоккею. Хочу вам представить человека, на игры которого еще в детском возрасте, в 15-16 летнем возрасте, ходили болельщики, болельщики взрослой команды. Потом был канадский этап карьеры, где он единственным из украинских хоккеистов удостаивался чести быть лучшим игроком в канадской хоккейной лиге, самой престижной лиге среди юниоров в мире. Потом он раньше всех из украинских хоккеистов дебютировал в национальной хоккейной лиге, сыграл на 10 чемпионатах мира в составе национальной сборной команды Украины, был участником олимпийских игр, исполнительный директор украинской хоккейной лиги Сергей Варламов. Добрый день, уважаемые журналисты и коллеги. Через несколько дней стартует новый сезон украинской хоккейной лиги. Буквально через три дня будет брошена первая шайба стартовой игры, в которой примут участие игроки команды Донбасс и Дженералс. Это будет начало 25-го юбилейного чемпионата Украины по хоккею. Украинская хоккейная лига была создана из шести команд отечественных. Донбасс, Кременчук, Дженералс, Белый Барс, Витязь и Кривбас. Особенности чемпионата в этом году будут таковы. У нас в прошлом году было восемь игроков, восемь команд, но от этого пришлось уйти, так как по определенным причинам двое участников не смогли соответствовать тем критериям, которые подывает наша лига. Но мы остаемся на связи с этими клубами. Киевский компаньон «Харьковская юность». Будем надеяться, что в ближайшее время они вернутся в чемпионат. Шесть команд еще потому, что лучшие игроки из тех команд уже перешли в новый клуб. Кривбас, я знаю, перешли ребята. В Кременчук. И усилили эти клубы, а это команды, которые будут бороться за медали в нашем чемпионате. Еще чемпионат будет более интересен для болельщиков тем, что не будет проходных матчей, как было в прошлом году, где разрыв в счете достигал 15-20 шайб. И команды смогут провести чемпионат на максимальном уровне, который возможен. Будут готовиться к каждому матчу, и это будет еще способствовать их готовности выступать за национальную сборную. В календаре мы предусмотрели две паузы, декабрьскую и январскую, для проведения сборов для наших национальных сборных. Будет в заявке 30 игроков, не более того, 10 легионеров. Проведено будет порядка 120 матчей, 8 кругов, по 40 игр сыграет каждая из клубов. После этого будут определены участники плова в первые четыре команды. Два полуфинала до четырех побед, ну и финал до четырех побед также. Со своей стороны мы запускаем сайт, будет OHL.com.ua, на котором будет ежедневно обновляться информация, интересующая всех, интересное интервью, возможные конкурсы для болельщиков. Так что вы можете посещать. На данный момент сайт в тестовом режиме, но будем мы его по мере возможности обновлять. Пока все. Ну что ж, коротко общая информация о лиге. Коллеги, ваши вопросы, пожалуйста, поднимайте руку, представляйтесь. Пожалуйста. Господин Дульс, Украинская радио. Сергей, в этом сезоне рассматривается ли вопрос по поводу проведения, ну что-то типа матча всех звезд? На данный момент в этом сезоне этот вариант мы обсуждали, но его не будет. Но мы рассматриваем это, чтобы это было в будущем. Пожалуйста, еще вопросы. Сергей Апченко, Спорталена.ком. Сергей, вопрос к вам. Раньше в различных регулинах, которые создавались в Украине, уже не первый такой проект, была проблема с тем, что команды часто не доходили до финиша. Регулина, это линкерночка на троих сезон. Соответственно, как бы сейчас шесть команд и потеря любого клуба может сказаться серьезно украинскую имиджу, предусмотрен ли в таком случае какой-то страховочный вариант и как бы я могу выходит из этого положения. То есть на крайнем случае, где будут возможности риквидировать заложенность клуба, либо как-то довести его до финиша. Ну, отвечая на ваш вопрос, вернусь к тому, с чего я начал, что поэтому у нас будет в этом году шесть команд, которые подтвердили свое участие, был подписан договор о сотрудничестве, и такой ситуации, я уверен, что не возникнет. Еще вопросы. В этом году эксклюзивные права получают полностью каналы экспорт, и все трансляции будут вестись через этот канал. Общее количество матчей у нас 120, но по телевидению планируется показать не менее 100. Регулярки, ну и плюс плой-офф. Пожалуйста, еще вопросы. Еще вопрос. По статистике чемпионата, будет ли какая-то статистическая паза своя, где болельщики могут зайти на сайт, по-моему, и полностью спеша, если там победа, в четвертые минуты. То есть, по статистике, которая сейчас на федерации, по статистике, украинского мирования достаточно первая, как бы. По статистике ведется работа, на данный момент еще не все на том уровне, на котором мы хотели бы осуществить для болельщиков и для журналистов. Идет работа, разрабатывается, и со временем, по мере возможности, все будет улучшаться, и по максимуму будет все освещено на нашем сайте. Еще вопросы? Что, коллеги, если вопросов у нас больше нет, можете пообщаться сразу после окончания пресс-конференции, уже в более приватном режиме. Всех благодарим вас за участие. Приходите на матчи чемпионата, болейте за украинский хоккей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!